Сегодня Афины должны перечислить 1,6 миллиарда евро по долгу МВФ, однако деньги переведены не будут. Судьбу страны решит референдум по вопросу принятия программы тройки кредиторов. Премьер Греции, глава Еврокомиссии, сегодня по телефону обсудили последнюю возможность достичь договоренности по спорным вопросам. А вот жители Афин высказывают свою позицию на многочисленных митингах. Все подробности у Алексея Платонова. Массовые манифестации в Афинах не прекращаются. Минувшим вечером у здания парламента собралось около 20 тысяч человек. По мере того, как приближается дата референдума, в Греции все громче звучит решительное «нет» условиям международных кредиторов. Наше общее мнение. Мы должны громко и четко сказать «нет» всем этим мерам, которые Европа предлагает Греции. Потому что таким образом они хотят сделать нас карманной страной. Для меня это война, и мы должны сопротивляться и бороться против осадов, которые оказались. То, что это война, по сути, подтвердил и премьер Алексис Ципрос. Его интервью транслировало греческое телевидение. Сегодня страна должна выплатить Международному валютному фонду миллиард шестьсот миллионов евро. При этом в Брюсселе заявляют, не выплата долга будет означать дефолт, а отрицательное голосование на референдуме – выход из еврозоны. Ципрос с такой постановкой вопроса категорически не согласен. Я думаю, что их план состоит не в том, чтобы изгнать Грецию из еврозоны, а в том, чтобы показать самостоятельной политике какой-либо из стран в Европе быть не может. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал Греции последнее предложение в связи с окончанием сегодня срока действия второй кредитной программы. Но Ципрос отверг документ, который является, по сути, лишь смягченной версией мер по оздоровлению экономики страны. Афины считают, что кредиторы базируют большую часть своих предложений на катастрофических и уже давно провалившихся мерах жесткой экономии, которые и привели Грецию в нынешнее состояние. Решение будет принято греками. Если они захотят возобновить меры жесткой экономии, которые больше никогда не дадут нам поднять головы, заставят тысячи молодых людей уехать за границу, дадут толчок к росту безработицы в обмен на новые кредиты, то это их выбор. Мы будем уважать его, но не будем теми, кто будет его исполнять. В то же время, если мы хотим достойного будущего для нашей страны, тогда мы должны действовать сообща. Глава МВФ Кристин Лагард уже заявила, что референдум в любом случае не будет иметь юридической силы, а Брюссель запустил массированную пропагандистскую кампанию, направленную на изменение позиции граждан Греции. Каждое правительство имеет право провести референдум, поэтому мы уважаем греческое решение. Но при этом должно быть предельно ясно, если кто-то считает, что у правительства Греции будут сильные аргументы на переговорах с кредиторами после отрицательного голосования, то он ошибается. С таким результатом референдума переговоры будут еще более сложными. Очевидно, что в сложившейся ситуации еврочиновникам приходится действовать методом кнута и пряника. Они понимают, Афины нужно поставить на место, но слишком жесткие заявления могут дать погочный эффект в стране, где общественное мнение уже сформировано и полностью поддерживает действия властей. Тем временем, власти Греции не исключают подачи иска в Европейский суд против институтов Евросоюза. Как заявил глава Минфина Янис Варуфакис, правительство намерено потребовать забрета исключения страны из еврозоны, не допустить уничтожения банковской системы. Алексей Платонов, ТВ-центр. Сегодня на встрече в Кремле Алишер Усманов доложил президенту о благотворительных и социальных проектах, которые реализует медиахолдинг «Металлоинвест». На эти цели за пять лет было потрачено около 60 миллиардов рублей за счет средств компаний, построенный хоккейный центр в Новотроицке, театр в Ордске и крупнейшая в России офтальмологическая клиника в Белгороде. Также Алишер Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования. Он пригласил президента на чемпионат мира по этому виду спорту, который пройдет в Москве в середине июля. Владимир Путин поинтересовался, как нынешняя экономическая ситуация повлияла на работу холдинга. Мы в последнее время слышим о вас чаще как о спонсоре в решении различных финансовых проблем в области спорта. Но у вас все-таки одна из наших крупнейших производственных компаний «Металлоинвест», одна из успешных. Давайте с этого начнем. Как вы оценили ситуацию в экономике в связи с деятельностью вашей компании и как вы ее положили? Производственный наш холдинг «Металлоинвест» не понизил свою продукцию, а наоборот, производство железной руды повысило на 3%. К сожалению, на 3%. Но зато за эти 4,5 года мы создали крупнейший в мире холдинг, который довел переработку железной руды до конечного продукта, используемого в самых экологически чистых технологиях по производству стали. С новой силой разгорается громкий международный скандал в Париже, связанный с американскими спецслужбами. На этот раз речь идет об экономическом шпионаже. Французская газета «Либерасьон» совместно с «Викиликс» опубликовали свежие материалы о тайной слежке АНБ за французскими политиками и бизнесменами. И все это на волне недавних разоблачений с прослушкой трех последних президентов Пятой Республики. О масштабе скандала Кирилл Парменов. Громкие обвинения прозвучали со страниц «Авторитетный Либерасьон» и интернет-портала «Медиапар». Соавтором статей указан Джулиан Ассанж, верный знак грядущей сенсации. И действительно, выводы звучат ошеломляюще. Никогда еще доказательства массового экономического шпионажа во Франции, организованного самой верхушкой американского государства, не были представлены настолько явным образом. Под прикрытием борьбы с терроризмом Агентство национальной безопасности превратилось в боевое подразделение США в экономической войне. Войне, которую Франция полностью проиграла. Выводы опираются на аналитические доклады АНБ. Это подразделение электронной разведки Пентагона. То самое, что с 2013 года постоянно фигурирует в череде международных скандалов. По прослушке германского канцлера Меркель и лидеров Большой Двадцатки, ведущих политиков и бизнесменов Старого и Нового Света. На прошлой неделе волна разоблачений добралась до Франции. Викиликс опубликовала доказательства слежки со стороны американских спецслужб за тремя последними президентами республики. Оправдываться пришлось американскому послу, госсекретарю Джону Керри и даже президенту Обаме, которому в Париже тут же поверили. Я полагаю, что если бы что-то подобное произошло, это всерьез подорвало бы наше сотрудничество. Но президент Обама во время телефонного разговора заверил меня, что президент Франции не является и не являлся мишенью для американских спецслужб. Другое дело французская экономика. Обнародованные документы говорят о повышенном интересе американской разведки к деятельности крупнейших компаний. В центре внимания международные контракты стоимостью свыше 200 миллионов долларов, а также происходящее в стратегических отраслях, атомной энергетике, нефтегазовой сфере, информационных и биотехнологиях. Постоянная слежка велась за предыдущими министрами экономики и финансов Франсуабу Руэном и Пьером Московиси. Если АНБ меня действительно прослушивало, я глубоко шокирован и прошу объяснения у американских властей. Это неприемлемо для союзников и друзей. Впрочем, слежка – это одно, бизнес и политика – другое. Скандал с прослушиванием телефонных разговоров Ангелы Меркель так и не привел к заметному охлаждению между Берлином и Вашингтоном. Да и бразильский президент Дил Морусе, вклинивший США за незаконные вмешательства на генассамблеи ООН, накануне мило общалась в Вашингтоне с президентом Обамой. Кирилл Парменов, Алексей Панин, ТВ-Центр. Новые обстрелы и новые жертвы в Донбассе. В Горловке в результате разрыва снаряда погиб мужчина. Артиллерия била пожилым массивом на западе города. Очевидцы подтверждают, что стреляли со стороны Майорска, который контролирует армию Украины. Под минометными обстрелами вновь оказался Донецк. Прямые попадания пожилым домам зафиксированы в Петровском районе. В Луганской области в результате ударов артиллерии обесточен Первомайской. Сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека ДНР заявили, в результате боевых действий за неделю погибли 15 жителей совмпровозглашенной республики. В Верховной Раде сегодня новые политические баталии. Депутаты радикальной партии заявили, что отказываются голосовать за изменения в Конституцию, которые закрепляют особый статус Донбассом. Хотя эти поправки одно из основных условий Минских соглашений. А парламентарии с блока Петра Порошенко потребовали проверить на профпригодность министров обороны и МВД. Народные избранники ждут от них объяснений, как ранее судимые граждане попали в добровольческие батальоны милиции и почему была закуплена некачественная униформа для военных. Много вопросов к главе Минздрава, приглашенному на работу из Грузии, Александру Кавитошвили. Его обвиняют в развале медицинской системы в стране. А перед зданием Верховной Рады не стихают уличные протесты. Сегодня люди пришли с требованием защитить вклады физических лиц и создать прозрачную процедуру банкротства неплатежеспособных банков. Другим событием в Нагатинской пойме Москвы появится детский развлекательный парк мирового уровня. Сегодня проект утвердил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства. Строительство начнется в ближайшие месяцы. Часть поймы займет природный комплекс для отдыха горожан. А детские центры возведут на месте бывшей промзона. Его посвятят героям отечественных и зарубежных мультфильмов. Работать не будет круглый год. Сергей Собянин отметил, что добраться до новой территории развлечений не составит труда. Рядом возводят станцию метро, технопарк. А для автомобилистов предусмотрена огромная парковка на 5000 машин. В составе детского парка запланировано создание зон аттракционов, цирка, кинотеатра, площадок для детских игр, детских тематических кафе, объектов сопутствующей торговли и общепит. Строительство парка в основном будет вестись на заасфальтированных территориях или территориях, которые ранее использовались для складирования мусора. Помимо детского парка на территории Ногательской поймы планируется размещение концертного зала, гостиничного комплекса и детской яхтенной школы. И новость последнего часа. Следственный комитет возобновил расследование убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Причем непосредственным заказчиком преступления мог выступить Михаил Ходорковский. Напомню, Владимир Петухов был застрелен 26 июня 1998 года. Перед этим он обвинил возглавляемую Ходорковским компанию ЮКОС в неуплате налогов и потребовал возбудить уголовное дело. В рамках расследования этого уголовного дела планируется проведение следственных действий, направленных на изобличение лиц, причастных к совершению этих преступлений, в том числе, конечно же, и допросы свидетелей и подозреваемых, среди которых, вероятнее всего, будет и сам Михаил Ходорковский. Думаю, что его отсутствие на территории Российской Федерации не станет каким-то непреодолимым препятствием для проведения с ним всех необходимых следственных действий. Причиной авиакатастрофы военно-транспортного самолета в Индонезии мог стать отказ двигателя. Об этом сообщили в генштабе ВВС страны. Воздушное судно потерпело крушение в жилом квартале на севере острова Суматра. К этому часу официально подтвердили гибель 38 человек, но на борту, по разным данным, могли находиться от 62 до 113 пассажиров и членов экипажа. При падении лайнер задел гостиницу, несколько домов и автомобили. На месте крушения вспыхнул пожар. Сейчас спасатели ведут разбор завалов, начаты расследования. Известно, что самолет упал всего через несколько минут после взлета. Этой ночью в центре Москвы тошили крупные пожары в консерватории имени Чайковского. Огонь вспыхнул на втором этаже исторического здания, быстро распространился по деревянным перекрытиям. Пожару присвоили второй уровень опасности, ведь за стеной, где полыхал огонь, расположена уникальная нотная библиотека. Сейчас спасатели приступили к разбору и проливке перекрытий. Ущерб еще предстоит оценить. Первые версии случившегося у Елизаветы Родиной. Начало первого. Уже стихли звуки скрипки и фортепиано. Разошлись участники международного конкурса имени Чайковского, который проходит в консерватории в эти дни, и благодарные слушатели. Впрочем, последним домой не хотелось. Решили обсудить концерт в кафе напротив. Я сидела лицом консерватории и видела, нигде света не было. В единственном окне горел свет, и постоянно видно было, что там ходят какие-то люди. Вот ощущение, что двое-трое. В какой-то момент почувствовали запах гари. В этот момент сразу же вспыхивает окно. В воздух поднялся столб густого черного дыма. Пламя охватило площадь в 70 квадратных метров. Первые расчеты прибыли на место через 7 минут после того, как сигнал о возгорании поступил пожарным. Исходя из того, что из окон второго этажа было открытое горение, начальник караула объявил пожару ранг номер 2. В здании старой постройки имеются пустоты в перекрытиях и перегородках. Пожар начал распространяться в перекрытиях и перегородках. Но мы подали воздушно-механическую пену, воду со смачивателем. Тушили очень быстро, на счету каждая секунда. Ведь историческое здание и само по себе бесценно. Что уж говорить о его залах, старинных инструментах и нотной библиотеке, где хранятся подранные партитуры Чайковского и Римского-Корсакова. В здании в тот момент находились 35 человек. Пожарные вывели людей и обошлось без пострадавших. О причинах возгорания говорить пока рано. Их устанавливают, но первые предположения уже появились. Или это брошенный окурок, или это кто-то сделал нарочно. Два варианта может быть. Потому что лимонкой работы ночью проводить, но вряд ли. Еще есть версии, что причиной возгорания стало короткое замыкание или нарушение во время ремонтных работ. Как уже заявил один из самых выдающихся учеников консерватории и член жюри конкурса имени Чайковского Денис Мацуев, пожар не помешает проведению этого крупнейшего международного музыкального смотра. Елизавета Родина, ТВ-центр.